Друзья, мне понравилось вот это кафе. Я посмотрела, насколько выпечка мягенькая. Вот тут такие вкусные штучки. И мне понравилось пирожное. Посмотрите, совсем недорого. Вот, сосиска. Хорошие цены. Вот, я буду это. Ой, ой, малышня. Я буду вот, я вот каил. Я так понимаю, что тут народ приходит, в общем, люди сюда и будут. Так, друзья, ну, конечно, тут какой-то все-таки присесть, наверное, можно. Я хочу немножечко перекусить. Так, друзья, вот тут прям целый банановый лес. И я хочу вам показать. Смотрите, банан цветет. Это цветок банана. На первом году просто трава, потом цветок. И только на третьем году образуются плоды. Ну, прямо вообще. Для нашего климата все-таки нетипично, потому что у нас должна быть плюс 20 среднегодовая температура. И еще, друзья, сейчас подойдем с вами поближе и посмотрим. Смотрите-ка, какая прелесть. Кто-то, может быть, вообще не видел, как бананы. Вот это цветок. Цветок банана. Вот так цветет. И такие мощные листья. Я все мечтаю на своей даче посадить. Ну, вот как-то его же надо вырастить. Вы знаете, когда вы кушаете банан переспелый, и там такие черные точечки в мякоти, вот это и есть те семена, из которых потом вот это вырастает великолепие. Ну, еще сейчас сделаем пару фотографий. Здесь просто банановый лес. Друзья, мы возвращаемся. Все зашли в кафе небольшое, которое я вам порекомендую очень, на улице Пушкинской, ближе к морю. Это что-то с чем-то. Свежайшее пирожное 60 рублей. Кофе, капучино 50 рублей. И какие-то смешные цены. Ну, тут мы с вами видим богатство, различные всякие украшения. Ну, я думаю, что это есть в каждом городе. Жемчуга вот увидела. Ой, боже, нечаянно стукнула даже. Вот жемчуга, наверное, в золоте. А вот бабочки какие красивые. Бабочки, да, пожалуй, что понравились мне эти бабочки. Идем дальше. Опять вернулись к этим же цветам, к нашей клинике. Крымская роза. Здесь я еще покажу сюжет дома. Это, наверное, я сделаю. Я сниму прямо, смонтирую, друзья, прямо со своими комментариями. Так, наверное, надо улицу перейти спокойно. А, нет, не сюда, да? Со своими комментариями, друзья, я сделаю обзор тех препаратов крымской розы. Они все-таки лечебные, медицинские. И я сегодня купила еще маску для волос. Вот, ну, приглядываясь, потому что для меня это новая продукция. То, что я опробовала, я буду все вам рассказывать. Потому что я подлечила, конечно, горло свое. Слизистую подправила. А с возрастом слизистая хуже. Потом мы жили на Урале. Я часто болела. Часто у меня болело горло. И фаренгиты хронические. Потом я преподаватель. Мне всегда приходилось много говорить. И преподаватели прямо ящиками покупали вот то. Вот мы, видите, возвращаемся мимо. Вот, друзья, такие красивые можжевельники насажены. И посыпано. Мне очень нравится, когда вот это посыпается. Очень симпатично получается. Вот возле этой клиники. Ну, и еще хочется, раз уж я увидела, друзья, это павлония. Такое интересное дерево. Весной цветет изумительными сиреневыми цветами. Сиренево-фиолетовыми. И вот такие образуются потом типа орешков. Ну, там семена. Видите, вот такие коробочки. И я уже такое дерево показывала. Мой фильм, посмотрите, про питомник в Олубке. И Нида рассказала в этом фильме историю про женщину. Значит, история такова. Это дерево мужской силой считается. Его садят для того, чтобы у мужчины была уверенность, сила в жизни. И если оно погибает, или его категорически нельзя вырубать, что и произошло с этой женщиной. Как только она вырубила это дерево, ее семья распалась, друзья. И я, конечно, свидетельница этому. Почему муж ушел, или она его прогнала, ни суть не в этом. Суть в том, что вот как бы мужчина ушел из дома. Вот. Такое дерево павлония тропическое. Я вот тут, я увидела такие кариатиды. Посмотрите-ка, дом, конечно, обшарпанный, старый. Но какие выразительные. Так, друзья, вот это район Спартака. Спартак называется место. Сейчас я немножечко вам постараюсь показать. Потому что, ну, ехать невозможно. Просто мы так еле-еле вообще вынырнули, можно сказать. Люди пропускают. Потому что, ну, просто не выйдешь. Что ж такое вообще? Машин столько. Сейчас час пик. Мы еще попали вообще в самый, можно сказать, против солнца. Снимаю, я уж не знаю, как вам будет видно это все. Ну, тоже улочки, улочки, машины, транспорт. Чтобы какой-то колорит почувствовать. Вот такие старые дома обшарпанные. Ну, тоже колоритные довольно. Очень старинная постройка, наверное, 30-х годов. Каких-нибудь вот тот дом. Светло-желтый. Ну, а сейчас мы на выезд едем уже. Очень интересное было путешествие. Мы вот в эту стоматологию ездили. Ну, вот я буду монтировать. Сейчас я еще еду обратно. Будем монтировать фильм. Посмотрим, как у нас это все будет получаться. Переход. Так, друзья, едем. Дорога, конечно, ужас тут. Она узкая. Еще эти люки кругом. Через каждые 10 метров люки. И они такие ямы. Кажется, что там вообще яма. Ну, я против солнца. Посмотрите, какой день волшебный. Ужасная жара, я вам скажу. И, конечно, ну, какой это сентябрь, конец сентября. Ну, это прямо погода августа. Вообще, очень. Даже не июня. В июне все-таки бывает прохладно. Здесь, ну, такая жара у нас. Лето продолжается. Ялта, вы видели, полна отдыхающих. Все счастливы. Очень неспешная такая, знаете, атмосфера. Все так неспеша двигаются. Тихонечко ходят. Вот здесь какой-то красивый дом. Ну, вот сейчас посмотрим. Санаторий. Запорожье, кстати. Не знаю, что тут. Санаторий. Сажмите налево. Так, мы едем. Едем. Сейчас осторожно тут. Узко очень. Понимаете, надо такую реакцию. Ну, вот, на выезд, думаю, что по этой же дороге. Поэтому я думаю, что вам уже, наверное, не очень интересно это все. Наверное, я свой репортаж заканчиваю на этом. Это выезд из Ялты. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.